День добрый и добро пожаловать, с вами я, Хаг, и вы смотрите этот канал Let's Play по-русски. И сегодня мы снова посмотрим, чего у нас на стиме есть такого хорошего и интересного нового. На заднем плане играет какой-то, я просто челлаут забил в поиск ВКонтакте, и это было первое, что я нашел. Просто задняя музыка, которая не должна, по идее, мешать. Ну, не важно. Давайте начнем, начнем с большого вот этого, большой картинки, которая Dragon Ball Xenoverse, я еще в нее не играл. Я ее уже себе взял, но я еще в нее не играл. В общем, крайне положительное, но это, я бы, я бы не... Знаете, я, я знаю, что такое аниме, и я знаю, что такое... Например, я совсем недавно досмотрел Psycho Pass, но я, 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 я не доверяю этим людям. Я не знаю почему. Поэтому я хочу сначала посмотреть сам. Например, игрушка Dragon Ball, которую я играл последний раз, по-моему, она была даже на Xbox, на Xbox 360, да. Это была классная игрушка. Здесь я, по идее, ожидаю того же самого, но я не очень уверен, так что пока что осторожненько. На больших скидках у нас Европа Универсалис, если вы еще не знаете, что это такое, то вы можете играть бесплатно до 0-0 понедельника по Москве, очень важно. Да и 174 рубля за такую шикарную, ну, правда, очень сложную игру, это немножко. Также знаете, что там много DLC, но это, опять же, стоящее DLC. Если вам игра понравилась, вы поиграли в главную игру и вам понравилась, возьмите DLC, вы получите просто намного больше и намного мясистее игрушку, хотя уже оригинал, его вполне достаточно, чтобы убить 200 часов своей жизни. У нас есть еще также Galactic Civilizations. Эта игра все еще не доделана, она все еще в раннем доступе. Я ее уже взял, я, по-моему, ее на Новый год себе взял, там тоже она была на 50% скидки. И, скажу вам честно, я в нее не поиграл. Я ее открыл, посмотрел, что она еще не готова, плюнул и пошел дальше. Потому что в такие игры нужно играть, когда они готовы, в них нужно очень хорошо разбираться. И она обещает быть интересной и хорошей, но пока что я бы просто не стал ее брать. То есть просто осторожно, есть достаточно хороших игр, которые можно купить за нормальную цену. Вот, например, Европа Универсалис и разбираться в них полгода. Итак, давайте посмотрим. У нас есть Republic Remastered. Тоже. Я посмотрел, я себе взял эту игру. Это что-то вроде Point and Click и стратегии и стелса. То есть очень-очень необычно, странно и смешанно. Я на нее посмотрю, сделаю не обзор через пару дней. Offworld мы о ней уже говорили. Dynasty Warriors. В серии Dynasty Warriors никогда ничего не меняется. Это всегда одна и та же игра, просто с другими обоями. Если вам такое нравится, а если то, если вам нравится бегать с героем и убивать миллион людей, пожалуйста, посмотрите. Но, пожалуйста, обратите внимание на качество порта, почитайте, разберитесь. Всегда в Dynasty Warriors на компьютере всегда большая проблема, потому что оно иногда нехорошо смотрится. Например, та игра, которая у меня есть, это порт... То есть игрушка вышла новая, но на компьютер портировали версию не с PlayStation 4, а с PlayStation 3. Поэтому оно смотрится как пень. Так что будьте осторожны здесь тоже. Особенно потому, что игра не дешевая. Homeworld. Я сейчас на нее посмотрел, я уже поиграл в нее. Это игра стоящая, но это игра для любителей RTS. То есть Real-Time Strategy это как StarCraft. Это просто-напросто... То есть я бы не стал ее сравнивать со StarCraft, потому что она намного более открытая, она намного более полная. Здесь меньше на скорость реакции, здесь больше по-настоящему на понимание механики игры и на стратегию. То есть может быть у вас нету 300 APM-ов, но вы сможете в нее играть. Здесь хороший сюжет, здесь интересно. То есть игрушка по идее стоит своих денег. Единственное, спросите себя, хочется ли вам в нее играть, потому что это и вправду стратегия. Здесь когда смотришь вот на эти скриншоты, никогда не угадаешь, что это стратегия. Я с самого начала, я ведь в оригинал не играл, я когда вот это вот увидел, я подумал, что это от первого лица летать на кораблике, что-то вроде элиты, что-то такое. Нет, оказывается, стратегия. Игра все еще хорошая, но просто знайте, что это специфика жанра и притом безбулдышного жанра стратегий. Так что если вам не нравится, то это не та игра, которая вам скажет, пошли со мной за ручку, я тебе покажу, как это классно. Нет, это больше для любителей и специалистов. Так, давайте посмотрим, господи, боже мой, где это было все. Хорошо, Chivalry, это старичок, абсолютно качественная, шикарная игрушка, если вы еще не взяли и не играли, просто посмотрите и попробуйте. Необычное управление, необычный принцип, красиво, очень динамично, очень весело, всегда можно найти достаточно людей, которые играют. Правда, я уже давным-давно не был на серверах, так что давайте будем держать его, не будем его отпускать. Я давным-давно не был на серверах, так что, может быть, там что-то изменилось, хотя, знаете, она так часто бывает на скидках, что в нее постоянно приходят новые люди. Единственное, что в нее нужно немножко привыкнуть там от первого лица управления и ближний бой, так что это немного необычно. Следующее, Resident Evil, единственное, что я о ней сейчас слышал, я еще не трогал, хотя она дешевая, я слышу, что там напортачили что-то с кооперативом, так что я так, хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе, и пошел дальше, потому что я ничего не знаю. Эти предатели, которые, да, отложились на 14 апреля, мы уже давно знаем, но они нам дадут еще 200 тысяч долларов в онлайн игре, что я даже... Хорошо, окей Минимум, это, товарищи, еще один шутер в стиле, в кавычках, 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 кавычках Майнкрафта, я просто, то есть я говорю Майнкрафт, потому что это все кубиковое Но, может быть, она заслуживает внимания, единственное, что мне абсолютно неинтересно, то есть это... Это еще один мультиплеер, который ничем не отличается, это еще один шутер, может быть, он отличается чем-то там минимально, но он мне неинтересен, я... Извините, я в нем даже не разобрался Это без понятия, что это такое Новое в стиме, давайте посмотрим вместе, о господи, боже мой Что-то это мне очень напоминает, это, скорее всего, от первого лица, бродилка, господи, боже мой, как это... О, господи, к тому же еще смешанные обзоры, ага То есть два обзора, один плохой, другой хороший Знаете, что? Если вам хочется поиграть в такое, поиграйте в комнату и комнату 2 The Room Давайте сейчас я... Room Вот она Она есть и на телефоне, она есть и на стиме Здесь шикарная игрушка Они притом дешевые, они классно смотрятся, они классно играются Я сделал на первый обзор, абсолютно стоит поиграть По-моему, второй игры еще нету на компьютере, если я не ошибаюсь Посмотрите у себя на телефоне, там можно будет тоже поиграть Графика не настолько хуже, то есть особенно на маленьком аппарате вы вот эти вот все детальки не увидите Так что, господи, бедный Dragon Ball Я его прорекламировал уже 125 тысяч раз Over 9000 зомбис Я на нее делал обзор в раннем доступе Я вам скажу честно, у меня даже нету желания сейчас ее скачивать в полной версии Смотреть на нее Она мне просто неинтересна Это топ-даун шутер То есть мы видим сверху, там куча зомби Мы строим турельки, убиваем зомби Да Ascend, the space game Давайте посмотрим, что это такое Ооо, для взрослых, да, я родился в 1900 году По-моему, тут больше всего людей родилось в 1900 году Как ни странно, да, я долгожитель, да, вот видите, как я хорошо выгляжу для своего возраста Ох ты, господи, боже мой А, ты к тому же еще ранний доступ А то есть забиваем и забываем до тех пор, пока она не выйдет полностью Она не смотрится настолько классно и обалденно Чтобы нужно было вот именно сейчас побежать И посмотреть на нее Homeworld сейчас вышел Сложно сейчас посоветовать что-нибудь другое Космическое, кроме Homeworld Честно? Нет, нет, нет Это интересно Правда это мультиплеер, еще один Но это опять же бесплатно Так что я Хотя я вам говорю, что вам никто не запрещает Смотрите, я на нее не смотрел Я посмотрел там на скриншоты, на видео Мне было не интересно Homeworld Fighter в 2002 По-моему они опоздали немножко Game Guru Еще один гейммейкер Для людей, которые думают, что игру сделать очень просто А что у нас здесь есть? У нас есть еще симулятор поездов Для людей, которые никогда не видели поезд или что-то такое Так, популярные новинки Это у нас Gear God Это что-то вроде очень динамичного платформера Очень красиво, очень мирно Но я почему-то не могу ее вам сказать и посоветовать Может быть потому, что она мне не попала в настроение Может быть потому, что мне просто хочется чего-то другого Но посмотрите, проинформируйтесь По идее, видите, очень положительные отзывы Отзывы, все по идее хорошо и мило и отлично Но меня она просто не зацепила как игра Облитус, без понятия, что это такое Но выглядит достаточно любопытно, скажу вам честно Я на нее, может быть, посмотрю Хотя с другой стороны посмотрел на видео Анимация героя То есть нарисовано все красиво А анимация и движения такие топорные Так что, скорее всего, сделано на каком-то стандартном движке Посмотрим Так Мня-мня-мня-мня-мня-мня-мня-мня-мня-мня Так, я что-нибудь пропустил еще за последние пару дней Так, давайте поставим здесь на игры Чтобы нам Dills не показывали 155 тысяч раз Gunscape Не смотрел Nexus Нет Я уже по маленькому значку вижу Что, может быть, это не мое Куча игрушек Найди предмет Coffin Dodgers Republic Druid Duel Fall Trackers Господи, ты боже мой А! Oddworld вышел Это классно Из бара А, я это видел Мне очень понравилось Больше мне ничего не интересно Так, давайте тогда пробежимся Coffin Dodgers Ага, хорошо Чудесно Это про старых людей, которые ездят на стульях Это Druid's Duel Сделал на нее полное прохождение Я играл на нее в PlayStation 4 Здесь, на компьютере, я просто уверен Что на порт они потратили достаточно времени Вон, очень положительные обзоры Берите То есть, если вы еще не играли в эту игру Если вы раньше играли И вам хочется снова поиграть Абсолютно стоящий порт Абсолютно Классно смотрящаяся игра И которая играется Все еще абсолютно чудесно И Gunscape В раннем доступе Шутер Чудесно Давайте, может быть, еще посмотрим В ранний доступ Так, хорошо Что это у нас там? Что-нибудь интересное Catacom Kids я уже говорил Это что-то вроде Рогалика, платформера Darkest Dungeon Я понимаю, что все от нее тащатся И она красиво сделана И я себе ее купил Но Я почему-то Почему-то она меня не цепляет В эти бои постоянно Может быть, разработчикам нужно сделать Что-нибудь кроме боев? Какую-нибудь другую игровую механику? Может быть, чуть-чуть? Чуть-чуть Немножко разнообразить Но посмотрим То есть, она когда полностью выйдет Я посмотрю на нее еще раз Я понимаю, что это очень темно Очень классно нарисовано Очень интересный мир И много нужно строить свой город И развивать своих героев И тра-ля-ля Фа-фа-фа Но С другой стороны Это мне приелось После второго часа И я просто И с тех пор я ее не трогал Я просто жду, пока она полностью выйдет Это Catacom Kids Которая мне тоже интересна Но я их пока что не буду трогать Пока их полностью не сделают Так Здесь Besiege Я на нее делал уже обзор И Уже сейчас по интернету ходят абсолютно То есть Люди такие Которые делают здесь машины убийства Что Мне бы в страшном с ней не приснилось И Может быть Это хорошо Просто посмотрите Есть куча гифок В которых Машины Которые Ну просто От неприличного До ужасного До Ужасно смешного Классные вещи Делают люди Эмм Так Бэбэбэбэбэбэбэбэбэбэбэ не берите. Вот и все. То есть, это то, чего у нас было на стиме. Я говорю вам огромное большое спасибо за ваше внимание. Если вам понравилось видео, пожалуйста, не ленитесь. Поддержите, пожалуйста, лайком, комментарием. Если еще не подписались, то подпишитесь. И я тогда на этом закончу. Скажу вам большое-большое спасибо за внимание. И мы увидимся в следующем видео.